Открытие новой экспозиции было приурочено к первому юбилею музея. Год назад его создательница Валентина Баталкина-Бурлай представила зрителям творчество своего известного дяди, художника Алексея Бурлая, который жил в Запорожье в 40-е и 50-е годы. О нем рассказывает одна из постоянных экспозиций музея. Новая выставка представляет более 100 работ с изображением домов, построенных в Александровске из местного кирпича в 19-м начале 20-го веков. Кирпичное производство было тогда процветающей отраслью. Выставка у нас тематическая, скорее документальная. Она показывает о наших старых зданиях, которые построены из кирпича до 1918 года. Все, что осталось у нас в Запорожье. Хотелось бы, конечно, охватить всю область, потому что есть очень интересные, очень красивые дома, которые сохранились до сих пор. Рисунки создавались в течение года художник Константин Антонец. Этому предшествовала огромная подготовительная работа в архивах, музеях с историческими материалами. Настоящее научное исследование. Кроме того, пришлось опрашивать множество людей. Валентина Ильинична рассказывает, не все дома, представленные на этих рисунках, сохранились полностью. От некоторых остались одна стена или фундамент, другие были перестроены. В основном, конечно, очень много ездили. Вот если мы поехали, посмотрели, объездили, нашли этот дом, потом уже искали в интернете, в архиве, в журналах, чей это дом, кому он принадлежал, вот и кто изначально был, его построил. Ведь менялись люди, менялось поколение, предназначение домов. Нам важно было показать дом таким, каким его задумывал первый строитель, говорит руководитель музея. Выставка интересна также тем, что каждый дом на картинах имеет свой номер. Этот дом можно найти на карте или то место, где он находился. В день юбилея гостей познакомили и с новым входом. Хозяйственный двор здания, где находится музей и магазин, хозяйкой которого является Валентина Ильинична, ныне превращен в своеобразный средневековый дворик. Можно представить, сколько труда было вложено в то, чтобы превратить грязный захламленный двор в уютное пространство. Впрочем, как и создание самого музея, в нем собрана большая коллекция кирпича, черепицы, других строительных материалов, экспонаты, связанные с историей старого города. Я просто поражена патриотизму и такого, знаете, неодержимого чувства создания памяти о прошлом. Хотелось бы, чтобы руководство района, города, области обратило внимание на энтузиазм этой женщины и на эти крупицы истории, которые собраны в этом уникальном помещении. Но это были не все сюрпризы, приготовленные в этот вечер. Гости музея могли послушать музыку, исполненную на физгармонии – инструменте, сделанном в XIX веке. Так что можно было полностью окунуться в атмосферу старины. Сохранить дух старого города, память о нем, о его художниках и мастерах – в этом видит цель работы своему музею его создательница. К слову, делает все на собственные средства и собственными силами. Так что этот музей можно также считать примером настоящего патриотизма не на словах, а на деле.